Здрасте можно, с вами Скерс. Уверен, вы задаетесь вопросом, а когда уже будет новая глава? Последняя вышла в конце осени, а мы так и не увидели что там с каскадером и его друзьями. Что ж, как мне кажется, продолжение будет весной, как и в прошлом году. Но точной инфы, как обычно, пока нет. Хотя, вот этот вот паблик указал, что 9 февраля будет новая глава, но я думаю, это левак какой-то. Сколько я не искал, ничего подтверждающего эту информацию не увидел. Ни у западных берсеркеров, ни у наших. Возможно, у этого паблика серьезные инсайдеры, и они на короткой ноге Скодзе, и он лично слил им эту инфу. Но это, конечно, вряд ли. Однако, в конце года должен выйти том, посему весной стопудово одна-две главы будет. К тому же, нам обещали, что Берса закончат за 10 лет, а текущая арка не последняя. Так что, думаю, уже скоро они поторопятся, ибо если этого не произойдет, сдержать обещание не получится. Да и сомневаюсь, что ученики Миуры и его лучший друг хотят растягивать эту историю еще на 30 лет. Так что закончить все как можно скорее в их же интересах. Почему же они так тянут? Сейчас будет немножко инфы, которая вроде и так всем известна. Но учитывая мои комментарии и то, что люди спрашивают на стримах, думаю, это будет не лишним. Кодзи Мори работает не только над продолжением Берсерка, но и над своими мангами. Их две штуки. Мужик, можно сказать, на трех работах вкалывает. Причем одна из них история близкого друга. Думаю, не стоит пояснять, как он сам переживает. Наверняка кто-то думает, что он просто решил примазаться к великому. Но я уверен, что это не так. Вписавшись в такое произведение, он приобрел больше головной боли. Ведь история чужая. Хоть он и дружил с Миурой, и за будущее Берсерка говорил, но всех тонкостей он знать не может. Более того, неизвестно, что бы сам автор придумал. Еще одна причина для беспокойства фанаты. Они могут отреагировать совершенно непредсказуемо. Это очень давит. Тем не менее, несмотря на все это, он решил закончить дело друга. Я уверен, что взялся он за продолжение не за желание какого-то хайпа или денег, а ради Миуры. Еще как вариант может быть то, что в это время года многие мангаки уходят в отпуск, чтобы провести время с семьей и отдохнуть. Если есть те, кто шарит за это, можете поправить меня в комментариях. Но и главная причина, почему так тянут, это то, что они наверняка шлифуют сценарий. Началась новая арка. И прежде чем все нарисовать, нужно, чтобы сценарий был доведен до ума. Насколько я понимаю, в этой арке, скорее всего, Гатца и Гриффит встретятся вновь. Ведь Белобрысый собирался на восток. А Гатца и Компашка уже там. Ну и представьте, сколько всего нужно сделать команде. Грамотно прописать диалоги Гатца и Риккерта. Раскрыть планы дайбы. Вести в сюжет поворап для Гатца. А в будущем, скорее всего, еще и масштабное сражение за восток. И все это еще и отрисовать. Сам Миура работал медленнее. У него, конечно, и уровень рисовки был другой. Но, тем не менее, ребята стараются. И даже без Миуры, с визуальной точки зрения, Берсерк выглядит неплохо. Так что, все, что нам остается, просто ждать. Как только глава выйдет, видос о ней сразу будет на канале. Так что, можете подписаться, чтобы всегда быть в курсе. Также, новости о Берсерке я публикую у себя в Телеграме и паблике ВК. Там, кстати, теперь будет музыка из видосов. Так что, можете подписаться, если вас интересует музыка из моих роликов. Ну, а теперь, к хорошим новостям. Если вы не знали, есть такой чувак Арчи. И он занимается адаптацией Черного Мечника. Увы, мне он пока не ответил. Но, если что, в любом случае, сделаю озвучку его сериала для Телеги. Если не получится, выложите ее на Ютубе. Сейчас же могу порекомендовать его новую работу. Судя по качеству рисовки, можно сделать вывод, что нас ждет реальная пушка. Надеюсь, в ближайшем времени мы ее, наконец, увидим. Ну, а с вами был Скерс. Спасибо за просмотр. Если вы случайно наткнулись на мой канал, то могу порекомендовать свои пересказы. Ссылочки на них в описании. Их уже довольно много. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Уже зима заканчивается, а мы так и не увидели, что там с Каска-сука-дером, блядь. Ебал его рот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok